Партнер рубрики магазин «Триморская мебель». Продажа и изготовление любой корпусной мебели на заказ. Фотопечать на посадах кухонь и шкафов купе. Партнер рубрики магазин детских игрушек «Сказка». Весь декабрь всем покупателям новогодние подарки. Наши игрушки просто сказка. Всем путешественникам во времени привет и с наступающим. Сегодня мы отправимся на 13 лет назад в город Усуриск. На пороге 21 века или 20 декабря 2000 года юноши и подростки давали клятву всегда быть готовыми. Церемонию приемов пионеры. На рубеже веков смотрим. УГПИ проводили с детьми игру, конечной целью которой было выяснить, кто такой добрый человек и что такое добрые дела. Я думаю, что так. Что человек сделал другим людям добро, а потом у него случились проблемы и ему тоже помогли и сделали добро. Городская пионерская организация «Республика Пламенных Сердец», основанная Народно-Патриотическим Союзом, на сегодняшний день насчитывает в своих рядах уже около 700 человек. Есть свой девиз «Знамя». Пионеры, как и раньше, занимаются сбором макулатуры, ухаживают за престарелыми людьми. Ветераны войны стараются как можно больше совершить добрых дел. Страшно представить, но в преддверии тогда, еще 2001 года, жители центральных улиц нашего города могли и не услышать бой курантов. И телеобращение президента. Не отведали бы жареную курицу и картошку. Отключение электроснабжения перед праздниками. Такого даже врагу не пожелаешь. Вышел из строя кабель 6 кВт Фидер-4 по станции. Студгородок, по которому осуществляется электроснабжение центральной части города, включая район улицы Советской, Некрасова, Темирязева, Ленина. «Ликвидировать аварии приходится при температуре минус 28 градусов, что создает определенные сложности. Грунт промерзает на метр-метр-двадцать, а электрокабели заложены на 70 сантиметров в глубину. Поэтому предварительно землю необходимо отогреть. И все же работники горэлектросети надеются, что горожане на Новый год будут со светом, так как с 29 декабря подача электроэнергии будет осуществляться бесперебойно». Мы на центральной площади города Уссурийска. Каждый год природа преподносит подарки. То ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки таяли от солнца, то лед не мог набрать нужной толщины, а сейчас он и вовсе 13 сантиметров. Поэтому в 2013-м ледового городка не будет. Выдохните, зато будет зимний городок с деревянными и металлическими конструкциями, качелями и батутами. А если вспомнить 2000-й, тогда, 29 декабря, ледяные скульптуры были еще не готовы. Скульпторы опаздывали, но это не мешало народным гуляниям. Людей на открытие городка собралось предостаточно. Как-никак развлечения. Подъехали гости из Китая. Затем неожиданно объявилась свадьба. Сфотографировавшись напротив лесной красавицы, молодожены продемонстрировали свое умение верховой езды. Ну а Дедушка Мороз, случайно проходивший мимо, все-таки не утерпел и специально для программы «Теленикс Новость» дал небольшое интервью. С Новым Годом, дорогие уссурийцы! Желаю вам счастья в Новом Году, радости, любви, здоровья, удачи! С Новым Годом! Надеюсь, вам, как и мне, было приятно окунуться в прошлое. А теперь пора назад, в будущее! С Новым Годом!